Добрый день! Сегодня нажористое, вкусное, сочное, тушеное блюдо. Я порылся у себя в закромах, обнаружил несколько сосисок, вот таких ароматных, копченых, таких для гриля вообще-то. Ну, чего их на гриль? Из них можно сделать большое блюдо для всей семьи. Также у меня тут оказалась различная картошка, смотрите, тут я что-то пообрезал, где-то как-то морковка обязательно, лук, сельдерей, томат, без этого никуда. И из-за этого начинаем делать соте. Почему мы еще называем такую сковородку с прямыми бортами сотейник? Потому что в нем делают соте. Ну, а мы будем это делать в кастрюльке, я все по порядку объясню. Режем крупно картофель, произвольными кусочками, самое главное, чтобы не очень мелко, все-таки любое соте делается из таких, ну, достаточно больших кубиков. Желательно, чтобы картошка была белая, тогда соте получается более красивым. Но если вам все равно, то можете взять любую картошку. Морковочка на 4 части и, соответственно, и вдоль ножа, правда, нож короткий, не хватает, мне его нужно подлиньше взять. В общем, режем такими кусочками, чтобы они были немножко мельче, чем картофель. Потому что морковка по плотности выше, чем картофель. Поэтому нам нужно, чтобы она приготовилась быстрее. Лук режем не очень мелко, потому что во время обжарки у нас он сгорит первый, прежде чем вообще что-либо произойдет с морковкой и картошкой. Основные ингредиенты есть. Блюдо довольно простое, но зато очень вкусное. Не забываем про сельдерей. Сельдерей, во-первых, это полезно. Во-вторых, он делает нам наше соте более ароматным, приближенным к средиземноморской кухне. Сюда, конечно, по логике еще тимьян, розмарин, но все это лишнее. Томат наш любимый брат. Лучше всего, если томат, конечно, спелый, сладкий, ароматный, настоящий. Я уже в одном из роликов показывал, как это делается, покажу еще раз. Прижимаем, шкурку снимаем. Прижимаем лезвием, шкурку снимаем. Таким образом чистим томаты. И как только мы почистим томаты, слегка их нарежем. Так, с томатом все понятно. Сосисками. Ого, как они катаются. С сосисками тоже должно быть понятно для вас. Режем довольно толстыми кругляшками. Я нарезал сосиски, переходим к обжарке. Кастрюлю разогрели. Вливаем туда немного оливкового масла для жарки. Ну, то есть не экстра-верджин, а какого-нибудь попроще. Обязательно туда бросаем кусок сливочного масла. И отправляем наши овощи. О, шкварчит все. Сразу же добавляем лавровый лист. Я вам рекомендую на рынке купить веник, поставить его на кухню, он высыхает, и всегда свежий лавровый лист попадает к вам в еду. Парочку лавровых листочков. Сразу начинаем обжаривать. Обжариваем все одновременно. Нам нужно получить вкус. Вкус начинается тогда, когда ингредиенты карамелизуются. Поэтому можно сделать так. Перемешали и оставили ингредиенты в кастрюльке. Пусть он нагревает. Ото дна произойдет прижаривание. Вот тогда начинается самый вкус. Сразу же можно добавить смесь перцев. Во время обжарки в масле специи будут нагреваться и раскрывать свой аромат. Здесь у меня черный, белый перец, кориандр, паприка. В общем, богатая смесь. Но из специй это еще не все. Так, мешаем, мешаем, мешаем. Не даем пригорать ничему. Сразу же специи дают яркий, насыщенный, пряный аромат. Я так подозреваю, что если туда сосисок не класть, то получится очень вкусное вегетарианское блюдо. Соли мобильно. Картофель забирает в себя достаточно большое количество соли. Морковь у нас сладкая. Учтите этот фактор. Теперь в слегка обжарившуюся смесь мы добавляем томаты. Берем досточку. Оп. Смотрите сами по вкусу, томатов можно и больше. Опять же, на дне образуется от крахмала, специй и всяких овощных соков вот такая вот прижарка. Вот это уже, это уже настоящий вкус. Это то, что сделает наше блюдо. Вливаем и печеную воду. Наливаем так, чтобы вода покрывала только-только наши овощи. Нам не нужно, чтобы это был суп. Это тушеная картофель. Теперь добавляем основные специи. Здесь у меня смесь специй для картофеля. Здесь есть соль, будьте аккуратны, когда добавляете. Картофель уже наполовину сварен. Нам теперь осталось всего лишь добавить сосиски. Смотрите, сосиски могут быть любые. Какие у вас оказались в холодильнике, те используйте. Добавились сосисочки. Они сейчас начнут додавать аромат копчения и насыщать наши овощи настоящим мясным вкусом. Ну, если же в сосисках есть мясо. Если в сосисках нет мяса, то тогда это будет иллюзия, что у вас картошка с мясным вкусом. Теперь накрываем крышкой и убавляем огонь. 15 минут прошло, снимаем. Ну, вначале выключаем газ, а потом снимаем. Так, смотрите, картошечка у нас протушилась. Некоторая даже рассыпалась. Это очень хорошо. Хорошо, помешайте ее для того, чтобы еще часть, Дуся, успокойся, и чтобы часть картошки как бы размялась и завязала всю эту жидкость. И завязала всю эту жидкость. Дуся, сиди, блин, помалкивай. Лавровый лист выкидываем. Он нам уже не нужен. Но пока картошка горячая, нам нужно быстро туда отправить чеснок. Мелкорубленный чеснок. Быстро перемешиваем. И пока чеснок у нас обваривается, тушеная картошка с сосисками насыщается вкусом. Так, про кинзу не забываем. Кинза, петрушка, все мелко режем. Когда вы готовите фрикассе, когда вы готовите соте, когда вы готовите кассироль, все это вместе должно быть насыщено всеми вкусами. Поэтому мы не при подаче добавляем зелень, а прям в кастрюлю. Тушеное блюдо должно быть максимально насыщенным. Это вкусное домашнее блюдо, причем не только русской кухни. Его активно и в Америке используют, и в Европе, и даже в Азии. Аромат фантастический. Тушеная картошка с копчеными сосисками. Это просто вы даже себе представить не можете. Попробуйте, вам понравится. Приятного аппетита!